Ну а в Тампонском районе подвели итоги прошедшего в России года литературы. Местные жители отмечают 2015 и стал для них временем ярких событий и проектов. Десятки различных мероприятий состоялись и в детских садах, школах и домах культуры. Рассказывает Нина Ханарова. Год литературы Российской Федерации в Тампонском районе стал годом ярких проектов и событий. В детских садах, школах, учреждениях, дополнительного образования, домах культуры, библиотеках и на других творческих площадках прошли десятки литературных событий. Год литературы открыли самые юные участники, воспитанники дошкольных учреждений Тампонского района конкурсом чтецов. Продолжился он циклом мероприятий, посвященных столетию Анастасии Сарамятниковой, 65-летию Егора Неймохова, успешным презентациями книг местных авторов села Тополина и поселок Хандага, вторая часть. Прошли уже ставшие традиционными «Библия ночь», «Бал души и света» проект Сосильской средней школы. Ну, во-первых, хочу сказать, что Год литературы нам позволил объединить усилия всех подвижников и энтузиастов книги в лице воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, учителей школ, предпринимателей, руководителей, активов молодежи, ветеранов и так далее. И только общими усилиями мы смогли воплотить в жизнь яркие, интересные творческие проекты. Была открыта рубрика в районной газете на двух языках, проведены районные конкурсы, проба пера, книга в моей жизни, конкурсы рисунков, чтецов, тотальные диктанты и акции, проекты исследования, литературные праздники и презентации. Особенно ярким завершающим мероприятием Года литературы можно назвать «Бал души и света», который состоялся в Сосильской средней общеобразовательной школе. Год литературы в России не закончится никогда, потому что чтение – это фундамент культуры. По словам Дмитрия Лихачева, литература – это защитный купол Руси, щит ее единства и нравственности. Нина Ханарова, Наталья Пермякова, НВК «Саха», Тампонский район.